Есть такая поговорка Просто как валенок Интересно узнать, так ли на самом деле Простает обувь? Или создать ее из шерсти Целое искусство? За ответами на эти вопросы Съемочная группа Почемучки приехала Настоящий музей валенок Первые изделия из валеной шерсти Появились примерно Полторы тысячи лет назад У кочевых народов Русские мастера переняли эту технологию И стали валять шапки для бани Легкие башмаки Ну а первые теплые сапоги Из войлока, так называют Сваленную шерсть Появились в конце 18 века Долгий и сложный процесс Создания валенка Начинается со стрижки Ты знаешь, из чьей шерсти Делают сваленки? Из овечей Вот ее подстригают Вот такими ножницами Специальные Страшные какие Овечи называются Они опасные Потом шерсть надо расчесать Когда-то использовали Вот такие гребенки Расческа огромная Расческа большая, да Вот брали Я попробую показать На самом деле это очень тяжелый процесс Брали и каждую прядочку Вот так вот протягивали Смотри, как круто Чтобы шерсть стала ровной и гладкой Расчесывали ее по нескольку часов к ряду Благодаря техническому прогрессу Сейчас никто не расчесывает Овечью шерсть вручную В конце 18 века Английские инженеры Изобрели Чесальную машину Ой, вот это и есть машина Чесальная Да, и этой машине 120 лет А вот эта щеточка Современная И что-то мне напоминает Да, точно Такими же, но маленькими Расчесывают Многие зрители своих питомцев Как я выяснил Называется она Гордолента Ее особенность в том Что ряды стальных игл Установлены под определенным наклоном Вот сюда закладывается Много-много шерсти У меня столько нет То есть прям мешками надо класть Вращается центральный вал Он подхватывает остальные валы Шерсть должна подцепиться И пройти через все валы И иголочки Как через расчески После протяжки Шерсть становится мягкой, как ватер И очень приятной на ощупь Она даже называется шерстяная вата Распать захотелось Да, ну конечно, уютненько Ага, уютненько А дальше из этой шерстяной ваты Валяльщик делает валенки Никаких выкройок и ножниц Мастер просто выкладывает шерсть Прятками и валяет Туда, где потом будет пятка и носок Ее кладут больше Для прочности А на край меньше Чтобы валенок не натирал ногу Но почему шерсть Не рассыпается в разные стороны? Секрет в том, что у овечьей шерсти Как и у любых волос Есть чешуйки, заметные только под микроскопом Во время валяния Волоски цепляются друг за друга Этими чешуйками И не рассыпаются Теперь мастеру нужна выкройка Шаблон будущего валенка Нужного размера Вот у нас выкройка лежит Ух ты Краешки мы загнули И новыми прядками шерсти Захватывая края Закрыли Чтобы это все соединилось Не рассыпалось Что мы делаем снова? Снова катаем Катаем Молодец И так нужно сделать много-много раз У самого ловкого и опытного мастера На это уходит целый час В результате получается вот такой гигантский чулок С этим чулком валяльщик идет в баню В баню? В баню Что, мыться что ли? Нет, окунать в котел с горячей водой 80 градусов вода Если постирать шерстяной свитер Или носки в горячей воде Они сядут То есть уменьшатся в размерах Дело в том, что от горячей воды Волосиные чешуйки раскрываются И сцепляются между собой В нитках создается сильное натяжение Они стягиваются Принимают форму Спирали И становятся короче После стирки в горячей воде Валенок становится плотным Чтобы еще больше уплотнить И чтобы валенок стал гладким Его натирают на рубели Полтора-два часа Валяльщик стирает один валенок И вот из такого чулка Получается вот такой Хе-хе-хе-хе-хе Теперь валенок плотный, но плоский Как же его обуть? Оказывается, чтобы сделать его объемным И придать нужный размер Надо сразу после бани Вставить валенок в колодку Она составная, деревянная Отдельно вставляется носочек Отдельно голенище Средняя часть с клинышком Все это у нас внутри Горячего, мокрого валенка Отбивается колотушкой Чтобы по форме сидела И на печку на ночь Для просушки ставятся Да, красота! В сильный мороз Этим валенкам равных нет Ну, на сегодня это все Присылайте свои вопросы Репортеры-почемучки На все найдут ответы Пока!